Пастух мой Господь, нужды у меня не будет ни в чем. Он меня укладывает на зеленом лугу и приводит к тихой воде. Он лучше моей, он душе моей силы дает. Он ведет меня тропой праведности во имя свое. Не страшусь опасности. Ложе, даже когда прохожу темной долиной смерти, потому что Господь, Ты со мной. Твой посох и жезл — моя сила. Пред лицом врага моего накрыл Ты стол для меня. Чаша моя полна до краев. Ты умастил мне голову елеем. До конца моих дней доброта и любовь будут вместе со мною, Господи. Поселюсь в твоем доме навеки. Это, 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 это. Это, это modern translation of Psalm 23 in English, but it's Psalm 22 in Russian. И я верю, что Давид написал этот псалм в конце своей жизни, когда он прошел через все испытания с царем Солом, когда он перешел через все испытания с вызовом, который бросил ему сын, когда он хотел забрать царство Абсалон и его другой сын. И после того, как он потерял сына, когда он согрешил без ошибок, Давид прошел через все, и Бог вел его через все это. И в конце своей жизни, at the end of his life, Давид could write, the Lord is my shepherd, I shall not want. He will let me let down in green pasture, he leads me besides water, he is the one who restores my soul. Спасибо. Спасибо. Спасибо.